Римма Васильевна, вы так обрисовали ситуацию, что живем мы в каком-то аде адском. У нас вообще, на ваш взгляд, что-то может измениться в лучшую сторону в жизни. И вот вы сказали, Москва действительно, но это государство в государстве. И вот есть ли жизнь замкадом, как говорится? Вот, а я все время говорю, заезжайте туда, вот замка, и посмотрите, как люди живут. Почему я бешусь, почему я страдаю? Потому что я, это сейчас ужасно не модно, но я люблю эту землю. Я люблю, я люблю наших людей, интеллигентных, скромных. Сейчас, почему я ору? Потому что, как, ну, это хам, я... Нет, они слышат, видят все и делают вид, что вроде этого нет. Потому что им говорят, нет этого, этого нет. И они и терпят, и терпят, и надеются, и верят в это, что чудо придет. А я говорю, когда в «Честном понедельник», вот что делать с чиновниками? Я говорю, как что делать? Брать «Вилы» и брать «Зимний дворец». И это пошло, потому что те же редакторы, они тоже все это понимают. Ну, в силу своей профессии они не могут все пустить, потому что я там много чего говорила. Но это пустили. Почему я появляюсь на экране? Да потому что у меня надежда, думаю, где-нибудь что-нибудь опять прорвется. Что-нибудь. А я-то ведь говорю, потому что я езжу по городам. Я вижу, как люди выживают. Не живут. Не живут, а выживают. Выживают. И терпят. И у меня бешенство, у меня ненависть такая, чтобы себе представить. Я тут с Жириновским схватил, потому что опять МММ. И когда мне сказали, я говорю, я приду. И когда я увидела Мавроди, я говорю, как вы вообще смели сюда прийти? Да вы будете гореть вечно на огне. Я говорю, за те 10 миллионов, которых вы обманули, и треть умерла по вашим. И вы опять. Значит, это правительству надо. Значит, почему он там сидит? Значит, это нужно. Если больше вам скажу, это не пойдет, но я все равно скажу. Я считаю, что правительство спаивает специально народ. Когда-нибудь вы видели, что молодые женщины-алкоголички, которые бросают детей, которые в пакет и в мусоропровод или в мусорный ящик. Это до чего мы дошли? Друзья мои, вы думаете, я за себя хлопочу? Да, Боже, сохрани. Я все видел. Даже мне той пенсии, которую я получаю, достаточно. Потому что есть вода и есть хлеб, уже голода нет. А я два голода прожила. По-настоящему, когда кору ели, черти что. Только не ели, как только. Мы выжили, я не понимаю. Я не хочу, чтобы это испытал мой внук. Я не хочу, почему я бьюсь, я хочу оставить в надежде, что внуку будет лучше жить, чем моему поколению. Но я вижу, наше молодое правительство, которое выучилось бесплатно, сейчас уже сделали образование роскошью, которое недоступно будет простым людям. Куда мы идем, ребята? Куда мы? Вы понимаете, почему я хочу к президенту? Мне ведь кажется, может, и я наивный, но, в общем, наив в таком возрасте граничит совсем с другим. Понимаете? Но я хочу, думаю, а вдруг я достучусь? Римма Васильевна, и вам кажется, что вы сможете достучаться? А я убедительно сейчас говорю с вами. Убедительно. Ну, понимаете, вот не ощущение даже, а так получается. Президенты, правительство – это умные люди. Они же все-таки понимают, что у нас происходит в стране. Еще не хватает нам дураков. Естественно, они не дураки, но они молодые. А хочешь узнать человека – дай ему что? Власть и деньги. Власть. Даже не деньги. Власть. И вдруг, ну, знаете, как от обилия восхищенных лиц, а там же стараются рядом, там же небедные люди рядышком, который строит… Он же сказал, я не знаю, видели ли вы по телевидению, но он сказал, говорит, вы понастроили дворцов, а пенсия… Он говорит, зарплата вот такая, он прям показал, зарплата вот такая. Я думаю, у меня уже надежда появилась. Вы понимаете, у меня уже надежда… А зарплата вот такая. Я думаю, боже мой, я покажу эти дворцы, если он не увидит. Я… А там пятиметровые заборы, собаки, эти быкообразные мальчики ходят. Попробуй туда прорваться. Но ведь… А зачем это прорываться? Нужно просто взять калашников, солдат, и все, и забрать их все. Потому что они на маму, на папу, на тетю, на… Это самое, на дядю, вроде… Потому что они не имеют права заниматься бизнесом, да? Они не занимаются, ну, как наш Лужков. А я никакого отношения к жене, к производству жене не имею. А почему же она такая талантливая, не делала это тогда, когда она женой вашей не была? Римма Васильевна, ну, хорошо. Заберем мы все эти богатства, и что дальше? Дальше. Во-первых, собрать всех детей, а их 2 миллиона, это… А их больше гораздо. 2 миллиона беспризорных. После Отечественной войны такого не было. Вы понимаете, когда была карточная система, голод, и такого не было. Значит, собрать, потому что это растет будущий криминал. Вы что думаете, они не будут мстить вот эти вот за 5-метровыми заборами, не будут? Найдут! Найдут! И вот даже те, которые сейчас в благополучии живут, как они не думают о том, что как их дети будут жить? То есть они считают, что сейчас они наворуют, но это же может пойти прахом, потому что нельзя бесконечно все это, чтобы это продолжалось. Вот это воровство. Потому что, ну как это может быть? Вчера он был нормальным, предположим, инженером, а через неделю он стал олигархом с миллионами. Ну это же яд, мы же должны понимать, что это воровство. Значит, брать надо и трясти, а те, кто трясут, им дают. И получается, вы знаете, мне смешно, когда я узнал, когда по телевидению показали, что вместо милиции будет полиция. Ну, понимаете, у нас все хорошо, кроме полиции надо нам. Ну вы понимаете, в чем дело? Да я понимаю. Это, что это такое? Вместо того, чтобы накормить, чтобы люди, которые, благодаря которых они живут, благодаря которых они выучились, бесплатно, между прочим, они не понимают, что для того, чтобы не только ветераны, но труженики тыла, которые давали все, отнимая у себя, у детей все, начиная от тяжелой артиллерии и так далее, и тому подобное, харчи, одежду, еду и так далее, потому что все брошило на победу. Вы можете себе представить, вы просто молодые и не понимаете, какую машину военную мы сломали, вся Европа, Бельгия за 14 дней, Дания за 19 дней, Франция за 44 дня была взята. Вы можете себе представить, и мы, как всегда, ведь мы всегда к зерну, к осеву не готовы, к сборке не готовы, к зиме не готовы, ни к тему не готовы, а уж к войне тем более не готовы. Всех пересажали, этих самых военных, и все. Мне просто рассказывали, солдаты, говорят, едет этот самый на мотоцикле немец и гудит, и все, и солдаты бегут, потому что у них одно ружье на четыре человека, и мы победили. Я не знаю, кто из полководцев сказал, на Россию нельзя идти. Рима Васильевна, ну плохо у нас, понятно. Но на ваш взгляд, что нам нужно сделать? Да может быть вообще со своих голов в первую очередь-то начать? Во-первых, от такого беззакония, от такого явного воровства кругом, люди как бы онемели. Как бы, вы понимаете, страшно сейчас произносить. Но вот что, вы представляете, вот там Мукбарак этот самый, да? 30 лет, да, и кончилось чем? Революцией. Вы понимаете, вот как будто нарочно вот эти эксперименты, которые они делают над людьми, кончаются плохо. И меня просто поражает, думаю, они историю-то знают, должны знать, они не образованные люди. Сколько можно терпеть? Сколько можно? Это, это все, ну это все, на круге, вселенная возвращается. Это ужасно. Потому что и я, вот, я даже не о себе думаю. И я думаю, господи, да боже мой, ну что же мне, почему я в партии «Справедливая Россия», потому что попыталась как-то облегчить жизнь моим коллегам, которые не снимаются, которые не умерли, и они в полном здравии могли бы сниматься. И это надежда, которая, как вы знаете, умирает последним. Поэтому надежда, и поверьте, я была в Приднестровье, я видела молодежь потрясающую. Ребята, они в страхе живут, они все время, говорят, не бросайте нас, потому что они Молдавия, там, Румыния, там, все, черти что там делают. Они говорят, не бросайте, причем там русские, много русских живут, и не только русских, там, разные национальности. И они так организованы, я как-то всегда стесняюсь при молодежи, так сказать, выступать, но я все время призываю, ребята, это ваша страна, вы должны любить ее. Вы должны, ну, к сожалению, патриотизм воспитывается на хорошей жизни, на хорошей жизни. Когда бедность, то она убивает все, даже религию, уж я не говорю о другом. Поэтому бедность, и вот от того, что сейчас полицию организовывается, вот я считаю, что, вот если бы я была президентом, я бы ни за что не делала полицию. Я бы накормила просто тех стариков, которые живут на потребительскую корзину, понимаете? И вот, чтобы наши дети не жили на потребительскую корзину, нам нужно каждый на своем месте, каждый на своем месте. Вот если мы этим зададимся, не о себе, а о детях, какую страну мы оставим? И, ну, я сама говорю, и сама уже сомневаюсь, понимаете? Но я все равно верю в это. Вот верю и все. Римма Васильевна, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я очень благодарен вам, что вы согласились прийти к нам в гости. Со своей стороны, хочу вам пожелать здоровья и оптимизма. Оптимизма у меня достаточно. Что ж, дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников». Увидимся ровно через неделю. Продолжение следует...